Рассмотрим клетки водителя ритма сердца. Их еще называют пейсмейкерами. Сейчас нарисую потенциал действия для этих клеток. Это ось времени. Единицами измерения будут милливольты. Здесь будет положительное значение, здесь — отрицательное. Итак, клетки пейсмейкера. Сейчас нас интересуют именно те из них, которые находятся в синусно-предсердном узле. Значит, график у нас будет для синусно-предсердного узла. Он начинается с отрицательного значения, а затем возрастает. В основном это происходит из-за ионов натрия, попадающих внутрь клетки. Это не единственные ионы внутри клетки, но именно они являются основными. Теперь график идет вверх, до этого предела. Что это и означает? Эта пунктирная линия показывает точку, в которой кальциевые каналы клетки начинают открываться. Они открываются, и клетка становится еще более положительно заряженной. Она уже приобрела положительный потенциал, но теперь этот потенциал увеличился еще. В итоге линия идет сюда. В этой точке кальциевые каналы, точнее, потенциалозависимые кальциевые каналы, закрываются и открываются калиевые каналы, которые реполяризуют мембрану клетки. Это три фазы, о которых мы с вами уже говорили. Это фаза 4, мы обозначили ее цифрой 4. Это нулевая фаза, это фаза 1. Три фазы, уже знакомые нам. Теперь давайте поговорим о более сложных вещах. Давайте представим, что это… Да, так и должно быть наглядно. Представим, что это сердцебиение. Это один цикл сердцебиения. И если бы мы продолжили рисовать этот график дальше, то получили бы такую же картинку, затем еще одну и так далее. Именно так и выглядит частота сердцебиения. Если мы с вами просто взглянем на ленту длиной, допустим, 2-3 минуты, то увидим один потенциал действия, идущий за другим, как будто они нагромождены друг на друга. Теперь, если я возьму это сердцебиение и укорочу его… Допустим, вместо того, чтобы закончить его, как показано на графике, я закончу его вот в этом месте. То есть весь этот отрезок как бы был перемещен влево. Из-за этого потенциал действия в четвертой фазе сожмется. Но что точно это означает? Вы уже догадались, раз мы сжали график, все это будет происходить быстрее. Но что с того? Задумайтесь. Удары сердца идут один за другим. И если сам удар будет немного быстрее, и для этого потребуется меньше времени, тогда следующий удар начнется немного раньше. А это значит и закончится раньше. Тогда третий начнется тоже раньше, и в итоге за одну минуту вы получите большее количество ударов. Выходит, что укорочение сердцебиения приводит к увеличению его частоты. Число ударов в минуту будет больше. Это достаточно важно. Ведь мы часто обсуждаем частоту сердцебиения, но очень редко рассматриваем его на примере одного удара. Итак, каждое биение сердца будет происходить быстрее. То же самое будет и в противоположном случае. Представьте, что мы, скажем так, раздвинули этот график. Теперь для одного сердцебиения потребуется больше времени. Мы можем расширить его таким образом. И если нам нужно больше времени на одно сердцебиение, то это значит, что мы получили меньшее число ударов в минуту. А это буквально означает, что мы уменьшили частоту сердцебиения. Когда я говорю про увеличение или уменьшение сердцебиения, я имею в виду, что мы укорачиваем или, наоборот, удлиняем время, необходимое для одного удара сердца. Поэтому я думаю, что это очень важно. Пойдем дальше. Давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте, что это одна десятая секунды. Скорее всего, это не одна десятая секунды, но давайте просто представим, что это так. Допустим, я захотел взглянуть на клетку в этой точке, потому что именно здесь и наступила одна десятая секунды. Как она будет выглядеть? Давайте я освобожу побольше места на экране и нарисую, как будет выглядеть клетка через одну десятую долю секунды. Чтобы вам стало все понятно, вот что произойдет с клетками пейсмейкера через данный промежуток времени. На данный момент у нас есть клетка. Нарисую величиную версию клетки, которая будет выглядеть вот так. И внутри этой клетки будут находиться потоки ионов. Допустим, что в нее поступают ионы натрия. И нам уже известно, что это доминирующий ион. Поэтому давайте я нарисую несколько таких ионов, которые как бы вторгаются в клетку. У нас также есть поток и других ионов. Возможно, вы думали, что только частицы натрия проходят через эти каналы в клетку. Это не совсем так. Хотя ион натрия доминирующий, что означает, что клетка проницаема для натрия, но ионы кальция тоже попадают внутрь клетки, и несколько ионов калия вырываются наружу. Выходит, что у нас есть и другие ионы, также двигающиеся туда и обратно. Хотя даже в данном случае ионы натрия — основные участники, которые создают мембранный потенциал. Давайте взглянем на мембрану клетки. Рассмотрим эту мембрану. Что там будет происходить? С этой стороны находятся несколько рецепторов, которые предназначены для нейротрансмиттера. К ним подходят нервы, которые воздействуют на эту клетку. Симпатические нервы. Подпишу их. И эти нервы выпускают нейротрансмиттер. В данном случае таким нейротрансмиттером является норепинефрин. В Америке иногда его называют норепи или норадреналин. Молекулы норепинефрина приземляются на эти рецепторы и передают сигнал клетке, который буквально передаст клетке команду управлять всеми этими ионами. Позволить им пересечь мембрану. И клетка отвечает «Хорошо». Теперь с другой стороны находится другой ряд рецепторов. И, разумеется, они не разделены по сторонам. Я так нарисовал, чтобы показать вам, что есть и другие рецепторы, на которые действует другой нейротрансмиттер. С этой стороны будет ацетилхолин. Ацетилхолин. Ацетилхолин также передаст сигнал клетке, который будет исходить от парасимпатических нервов. Вы, возможно, уже встречались с симпатическими и парасимпатическими нервами. Оба типа нервов относятся к вегетативной нервной системе. Парасимпатические нервы посылают сообщения, противоречащие первому. Они как бы говорят клетке «Подожди, не делай этого». Не нужно позволять всем этим ионам перемещаться туда и обратно через мембрану. То есть нервы посылают противоречащие сообщения, и в итоге эти два сообщения компенсируют друг друга. И мы получаем с вами то, что я вам показал. Мы получаем поток ионов натрия вовнутрь, небольшой поток ионов кальция, а также малое количество ионов калия, которые покидают клетку. Теперь давайте я вам покажу, что могло бы произойти. Чтобы не тратить время, давайте я вырежу этот рисунок и вставлю. Представьте, что происходит этот процесс. Вот так. Чтобы показать все, мне нужно будет немного подвинуть. Это все вверх. Но теперь давайте допустим, что будет больше симпатических нервов, чем парасимпатических. Тогда получим следующую картину. Вместо нескольких трансмиттеров здесь, мы будем иметь гораздо большее их количество. Тогда допустим, что этот рецептор также передает сигнал, так же, как и этот рецептор, снизу. Теперь все три рецептора передают сигнал слева, и их количество перевешивает рецепторы с правой стороны. Поэтому мы можем сказать, что симпатический сигнал гораздо сильнее парасимпатического. Если это так, если симпатический сигнал сильнее парасимпатического, тогда мы получим больший поток ионов натрия, проникающий в клетку. Это из-за того, что симпатические нервы пытаются увеличить ионную проницаемость клетки, то есть большее количество ионов натрия попадет в клетку, а также немного больше ионов кальция. Мы получим немного больше кальция. И большее число ионов калия покинет клетку. Как мы можем видеть, симпатические нервы увеличивают число ионов в обоих направлениях их движения. То есть большее количество ионов натрия и кальция будет находиться в клетке. И большее количество ионов калия будут покидать клетку. Это интересно. Давайте с вами запомним это. А я расскажу и покажу, что произойдет с преимуществом парасимпатических узлов. Допустим, в этом случае сильнее парасимпатическое воздействие. Это третий случай. Помните, первый случай оба сигнала уравновешивали друг друга. А третий сценарий — больше ацетилхолина, передает информацию клетке. Парасимпатическое взаимодействие пересиливает симпатический сигнал. То есть теперь парасимпатический сигнал сильнее. Тогда эта клетка будет думать. Хорошо, парасимпатические нервы не хотят столь обильного движения ионов. Точнее, ионов натрия. Еще раз, это одна десятая секунды, то есть если мы поймаем клетку в этот момент, то будем наблюдать меньшее движение ионов натрия. Возможно, даже меньшее количество ионов кальция попало в клетку, и возможно, что меньшее количество ионов калия покинуло ее. То есть, если вы посмотрите на клетку в момент времени, равный 1,1 секунды, рисунки будут очень сильно отличаться. В обоих случаях на симпатические и парасимпатические нервы воздействуют одни и те же ионы. Все частицы будут двигаться в одном и том же направлении, но при этом меняется количество зарядов клетки на данный момент. Иногда вы можете услышать такое слово, как «поток». Вы можете сказать, что симпатические нервы увеличивают поток, а парасимпатические его уменьшают, в смысле количество заряда, меняющееся за период времени. Как это будет выглядеть на рисунке? Мы нарисовали это сверху. Как это будет отображаться на рисунке? Давайте я нарисую это красным и синим цветами, потому что их мы использовали с вами до этого. Итак, зеленый — это парасимпатический случай. Благодаря этим нервам увеличивается количество заряда, прошедшее внутрь клетки. Получаем, что через одну десятую секунду внутри клетки находится больше положительных ионов. Допустим, что в этот момент мы уже достигли этого предела. Затем мы можем наблюдать потенциал действия клетки. График будет опускаться вниз. Из-за этого частота сердцебиения увеличится, так как мы укоротили время, необходимое для одного удара. Противоположная ситуация сложится с парасимпатическими нервами. То есть, в случае с парасимпатическими нервами потребуется большее количество времени, чтобы дойти до этого предела. Так как за одну десятую секунды только небольшое количество ионов натрия и кальция находится внутри клетки, и небольшое количество калия покидает клетку. Потенциал действия будет выглядеть так же, как и до этого, но только теперь частота сердцебиения будет меньше, потому что на один удар приходится больше времени. Теперь вы можете видеть, что число ионов в двух ситуациях значительно различается. Четвертая фаза переносится в ту или другую сторону, в зависимости от влияния симпатических и парасимпатических нервов на частоту сердцебиения.